Все, Саня, ты включила, да? Да, да. Ну что, други, товарищи, смотрим мы сегодня дивизионный изи матч на Соколе между Кентукки и Северной Каролиной. Наверное, это сегодня, ну на субботний, по крайней мере, день точно, один из самых основных матчей. Очень хорошая в защите команда Кентукки, будет с очень неплохой в нападении командой Северной Каролиной играть. Ну и посмотрим, посмотрим, как игра будет складываться. Опять-таки, очень любопытно и те, и другие в хорошем составе, в принципе, приехали. Сегодня Сергеев, Роман появился у Кентукки, давненько его не было видно, но вот на сегодняшний матч приехал. Мы посмотрим, Киселев, да, наверное, очень-очень опасен он в этой игре будет, способен набирать много очков, Иван. Ну вот, тем не менее, первая атака остается за Каролиной, сразу же на фалы они ловят. Ну и Пичугин Кирилл на линии штрафных. Не раз, не раз отмечали мы, что у Северной Каролины очень хорошая скоростная команда, бегущая, с хорошим дальним, практически все игроки. И поэтому могут они за счет этого преимущества и скорости матч контролировать. Но Кентукки является лучшей, наверное, одной из, хорошо, не лучшей, но точно одной из лучших команд в защите, в дивизионе как минимум. Ну и очень хорошая команда взаимодействия. Отлично раскидали, Сергеев из-под кольца, очень здорово, хорошее действие. Ну, обменялись команды первыми очками набранными, пока по первым минутам очень все здорово. Киселев не забивает из-под рук, хорошо против него. В принципе, на ногах сейчас отбились. Глотов молодец большой, вот как раз мяч в нападение перевел им. Сергеев помогает, тут зашел. Вишняк против има в защите. Вот такая вот история у Каролины Ангелина. Говорят, чуть ли не всю игру тут планируют сыграть. Посмотрим, как это получится. Но тут на получение Булахтин получает фол. Хотел он от мяча сыграть, но не вышло. Ох, как хорошо! Но нет, раньше времени сейчас через судью нужно сыграть. Поэтому заново будет Каролина разыгрывать. Вишняк открывается под эту передачу. Им ее пытается прихватить. С Дружковым хэнд-офф отыграли. Мельничук ждал эту передачу. Дружкову, кстати, сегодня Степана день рождения. Так что ждем от него отдельного перформанса. Гриша сказал, что сегодня должен выдать супер матч. Но пока 4-2 в самом начале. Не очень много очков, наверное, в этом матче мы увидим. Обе команды могут, в принципе, при необходимости хорошо защищаться. Мельничук, хорошая раскидочка очередная. Из угла бросок не попадает. Вишняк на подборе. Ну и тащит Ангелина. В нападение. И вот так вот. Вот так вот решают. Кентукки разыграть. И в итоге, пожалуйста, вам два очка. От Пичугина Кирилла все очки пока именно в его исполнении у команды. И как раз на подборе Кирилл полетел вперед. Иванов, Иванов, Сергей, Сергеев Иван с ним. И снова, снова. Хорош, хорош. Пичугин очень все неплохо сделал. Поймал тут на фейке. Поднял воздух. Небольшую такую авиационную историю устроил. Но это, да, слишком резко было. Фолл получает. И им с лицевой сейчас будет мяч в игру водить. Шурыгин появляется на площадке у Кентукки. Сергеев в пасте там получил. Но Пичугин опять хорошо с ним. Им в проход. Скидочка по дуге. Ну, пытается. Пытается Кентукки снова разбросать. И вот так вот. Булахтин выбрасывал после контакта с Вишняк. И не попал. И зря Пичугин. Второй фолл у него уже. Это многовато для первой четверти. Все-таки основной стартовый пятерки игрок. И сейчас третий фолл у него будет. Нет, не ему. Киселеву выдают сейчас персональное. Булахтин на линии штрафных сейчас встанет. Ну, очень все близко пока. Очень все рядом. Но, опять-таки, посмотрим. Первый в дужку в переднюю приходится. Чуть траектории не хватило. Нет, промахнулся в первом. Второй тоже мимо. Ну, и снова Кирилл с мячом. Хорошее начало 30-го номера. И вот так вот совсем один на дуге. Еще бы трех сейчас попал. Вообще было бы отлично. Но нет, к сожалению, и уходит у нас мяч. Остается, тем не менее, владение за Кентукки. И из-под кольца Булахтин не дает ему выбросить. Пичугин получает третий фолл уже. Три фола у Кирилла. И вот замену. Замену просят. Ну, да, да, да. Замена, замена. Но уже отдали мяч. Поэтому замену после штрафных у нас возможно. Если забьет второй Булахтин. Пока первый снова промахивается. Все штрафные пока не особо удачно. Он исполняет. Забивает второй. Ну, вот сейчас как раз замену дадут. Для Северной Каролины. Пичугин должен уходить. Потерял, потерял немножечко. Тут Кирилл. Ориентацию в матче. Просил замену. Сейчас в итоге ее дали. Ну и Григорий Старосельский появляется на площадке. С элегантным рваным коленом. Прости меня, Гриша. Не смог удержаться. Вишняк. Неплохой тут движение. Каролина начинает крутить. Дружков идет проход и попадает под горшок Мельничука. Вот так вот. Мельничук уже один раз тут перехватил передачу как раз таки Дружкова. Здесь еще и накрыл его в проходе. Им, ну пока защита Кентуки. Выглядит очень-очень уверенно. Мельничук хорошо под кольцо залетел. Забить не получилось. И Старосельский на дриблинге утащил мяч в нападение. Дружков. Ну немножечко так притормозил атаку своей команды. Пытаясь за счет дриблинга тут раскидать всех. Но в итоге приходится штраф загружать. Киселев хорошо в посте. Да, ну и тут вынуждены уже свалить. Игроки Кентуки. Булахтин Вячеслав получает персональное. Смотрим. За штрафными разбираются кому тут держать. Каролина между собой. И не попадает, к сожалению, Киселев первый штрафной. Пока без набранных очков Иван. Из 2-0 на Старосельский. Хорош на подборе. Опять-таки так на грани пробежки. Но красиво, красиво ушел. Два очка от второго номера Каролины. Пытается Кентуки очень быстро в нападение мяч перевести. Приводит это, к сожалению, для них к потере. Ну и Вишняк снова с мячом. Ну да, видимо, давайте сегодня разыгрывать будут парни Дружков. Хорошо на него тут переключается. Очень неплохой заброс туда под кольцо. На Шимко. Но поднять руки тому не дают. Опять такой хенд-офф с креста. Я даже не знаю. От Каролины. Кселев рывает снова под кольцо. Снова не забивает. Да, Кселев пока не складываются его проходы. Ну и Сергеев тащит мяч вперед. Смотрим, что придумает. Дошел Иван до кольца. Но перекинул, к сожалению, Шимко. Ну, Вишняк одна на дуге. Не бросает Дружков. Вот кто должен забивать этот свободный трехочковый. Как-никак день рождения. Ну, отлично. Отлично. Очень все неплохо. 11-5. Тем временем Каролина чуть-чуть отрывается от своего оппонента. Федюков не забил. Хотя там в посте неплохо отыграл. Пытается сейчас на Федотова сыграть. Много. Много 10-3 секундный. Эй! Да, все разобрались с выносом. Все-таки у Кентукки владение остается. Вишняк агрессивно руками себя помогает. Им как раз-таки тут уже начал даже отмахиваться. Но Ангелин может. Может так. Прихватывает жестковато. Посмотрим, как по матчу там будет дальше проходить. 4 секунды остается на то, чтобы забить Кентукки. Сергеев хорошо нашел возможность. Развернулся. Бросил. На линию штрафных 17 номер встает. Мельничук возвращается. Федоров отправляется отдохнуть. Но да, сегодня Кентукки, наверное, все-таки будут стараться Мельничука, Сергеева держать подольше. Роман, ну, я так думал, что все-таки после травмы Сергеев. Потому что пока он тут на скамеечке даже не претендует на выход. Шаросельский не дают ему выбросить. Остается мяч за Каролиной. Киселев хорошо на получение там рвался. Мельничук. Да, Дружкова прихватывает. Хорошо у него получается справляться. Снова выбивает мяч. Спорный сейчас будет. Да, Мельничук пока Дружкова обыгрывает в дефе. Обыгрывает явно. Нужно тут, наверное... Что-то еще добавлять Каролине. Поменяться по 33-м номерам. Тем временем на площадке появляется Ткачук Леонид. У Северной Каролины. Ну и Старосельский полетел в проход. Ловит Шурыгина. Хватается за руку. Ну, вроде цел. Цел Григорий. На линию штрафных сейчас отправляется. Ну вот, догнали, догнали. И Кентукки своих оппонентов у обеих команд под 4 уже. С избытком штрафных командных. Так что все будет биться до конца этой четверти. Правда, остается минута. И она у нас идет. Посмотрим. Григорий в первой попытке промахнулся. Во второй мяч все-таки заваливается в кольцо. Ну и пытается сейчас прессингом сыграть. Северная Каролина. Ну, удается Кентукки. В принципе, без особых проблем вытащить из-под прессинга мяч. И, пожалуйста, вам неравноценный размен под кольцом. И легкие 2 очка для Кентукки. В концовочке. Вишняк упирается прямо в мячка. И ему дают фолл. Все бьется. Все бьется. Григорий, успокойся. Успокойся. Спокойно. Все, играйте. 8 секунд. Тут у нас, скорее всего, забивает Ангелина со штрафного. Первый свой. И время заканчивается. Первой четверти. Долго готовилась Лина. Второй, к сожалению, в кольцо не падает. 13. 13 на 7. Каролина у нас лидирует в этом матче. Но Кентукки по силам своего оппонента догнать. Если честно. Посмотрим, как пойдет там дальше игра. Ну, ротация все-таки у Кентукки побольше. Игроков побольше. Могут они себе позволить фолов подхватить. Вот. У Каролины таких вариантов особо нет. Ладно, ждем. Там очень активно свою команду. Григорий там подбадривает. Раздает указания. У Каролины тоже тем временем идет активное совещание. Как лучше играть. Но обе команды, конечно, показывают очень хороший баскетбол. Обе команды в топ-8 дивизиона точно находятся. Поэтому посмотрим, посмотрим. Играть еще очень-очень много. Первая четверть за Каролиной осталась. Но не факт. Не факт, что это лидерство. Они смогут удерживать всю игру. Правда, Киселев еще не сказал своего слова. Как по мне в этом матче. Ну, будем наблюдать. Начинаем. Вторую половину. И вот так вот Мельничук бросает. Там Ангелину, естественно, выдавили. Бедняга улетела. Но, тем не менее, остается владение. Киселев решает сходу. Треху не попадает. Дальний отскок. Забирает снова Каролина. Там Вишняк подхватил Дружков. Нет. Трехи нестабильно, пока у него летят. Киселев на подборе попытался тут сыграть. В итоге сохраняет мяч для Каролины. Вот Сергеев Роман как раз-таки появился. И опять Мельничук. Очень агрессивно с Дружковым. Понимает, понимает, что получается против него играть. Вот тут неплохой фейк. Но забить не получается, к сожалению. Много борьбы за мяч под кольцом. Серые должны. Серые должны играть. Если спорный был, то серые должны играть. Киселев из угла. Попадает Киселев. Ну вот, забил. Забил такой свой первый мяч в этом матче. Иван. Если я не ошибаюсь, по-моему, еще не было у него набранных очков. И опять много, много, да, контактов. Конечно, под кольцом очень много будет. Ребята такие достаточно мобильные, высокорослые. Понятно, что под кольцом будут и те, и другие цепляться. Снова Кентукки водит. Сергеев Роман это будет делать. Мельничука находит. Раскидали. Шурыгин совсем один. Дружков очень поздно на него выбежал. Но, тем не менее, попадает. Свободный. Под кольцом сколько же борьбы. Было две попыточки. Для Кентукки было все-таки. Для того, чтобы набрать эти очки не получилось. Дружков. Дружков, Мельничук. Мне кажется, он его уже подпугивает таким своим движением. Сразу же в две руки берет мяч четвертый номер. И в итоге от Кентукки. Ой-ой-ой, все неплохо. Неплохо раздергал сейчас. Но Мельничук просто наказывает Дружкова. Вот этот подъем, пробежка будет. Это... Нет-нет-нет, это пробежка. Можно спорить. Это была пробежка на подъеме. Ну, вот так вот. Снова Мельничук. Дружков против него защищается. Защищается. Вот такая дуэль между парнями происходит у нас. Друг против друга в атаке и в защите. И Сергеев, Роман, Дружков здорово защищался. Тут перехватил этот мяч на получение. Тарасельский через руку. Шурыгин не попадает. Мяч выплевывает кольцо. Ну и потащили. Потащили Кентукки. И брать Сергею тут между собой разкидали. Мельничуку нельзя давать свободно бросать. Может он наказывать. Все-таки самый, наверное, длитативный игрок в команде. Кентукки. Не решается. Вишняк лезет под кольцо. В итоге ее там просто уничтожают. Но Лину это не пугает. Не пугает ни в коем разе. Бесстрашно. Под кольцо она идет. Видимо, не особо уверена в дальнем броске в своем. Потому что лезет под кольцо Ангелина. Ну, не знаю. Посмотрим. Посмотрим. Пока, в принципе, это позволяет как минимум раздавать фолы персональные для игроков Кентукки. Ну и с линией штрафных нужно бы забивать. В прошлой попытке один из двух Ангелина забила. В этот раз ноль. К сожалению, из двух. Ой-ой-ой. Как хорошо на перехвате Ткачук. Прочитал. Жалко, что забрать мяч не получилось. Но, тем не менее. Здорово. Шурыгин. Сергеева нагружает. Хорошо. Сергеев скидывает. Какая красивая передача. На Федорово получилось. Но, к сожалению, нет. Дружков тут просто схватился за этот мяч. Опять начинается тут закипать эмоции. Которые, в принципе, наверное, там не нужны. Все-таки такой достаточно принципиальный матч. Ой-ой-ой. Сергееву можно дать не спортивный. Роман получает. Но вот эти вот эмоции, они, конечно, портят. Портят немножечко впечатление от игры. Уж не знаю. Стоит ли Роману так много уделять силы, внимания, энергии этому эпизоду? Все-таки матч принципиальный. И нужно, мне кажется, больше на игре сосредоточиться, чем на противостоянии персонально против кого-то. Киселев не попадает с линии. Не лучший день для Ивана. Не лучший. Это совершенно точно. Много было у него возможностей для того, чтобы очки набрать. Но не получилось. Из 2-0 владение остается за Каролиной. Судья предупреждает о том, что не нужно между собой там накалять страсти, потому что будут наказаны игроки. Ангелин слишком откровенную передачу давал. Федоров перехватывает, не забивает. Сергеев хорошо отдает. Роман сейчас под кольцом подобрал, отдал. Ну и в итоге, пожалуйста, Булахтин эти очки из-под кольца набирает. Вишняк снова лезет в троих. Ангелине нужно поиграть поаккуратней. Все-таки не стоит, не стоит туда залазить постоянно. Скидочки никто не отменял. Сергеев по дуге, хорошо. Булахтин там, Кселев рядом с ним на ногах. Опускать руку не стоит. Мяч теряет сейчас Кентукки. Замену тем временем у нас происходит на площадке. Роман Сергеев пошел отдохнуть. Ну и Вишняк тоже отправляется. Ну и Каролин будет у нас атаку начинать. Ткачук вернулся у нас на площадку Пичугин. Хорошее начало у него было в этом матче. Потом фолов нахватался, посадили. Ну вот в итоге сейчас возвращается Старосельский. Очень здорово разворачивается. И им попадается на этом движении. Да, пытался ему помочь товарищу подстраховать. В итоге фол первому номеру выписывают. Ну и Григорий сейчас будет с линией штрафных. Пытаться пробивать. Пока у Каролины со штрафными не самая радостная ситуация. 33% только они забивают. 12 попыток было. 4. Попали они вернее. Вот сейчас 13 уже. Очень все пока грустно. Штрафные конечно элемент, который может исход матча решить. Ну сейчас Григорий второй свой забивает. Ну и будут сейчас отбиваться. Отбиваться. Пока крайне результативная четверть. Всего лишь 3-2. Просто вообще защита превалирует над всем происходящим. И эмоции тоже. И им хорошо. Через руку Дружкова забивает. Два очка. Да. Пытается максимально успокоить любые лишние и ненужные движения. Судьи. Ну наверное стоит делать. Тем временем Кирилл пытается прорваться против им. В итоге берет две руки. Его там будут душить. Но нет. Качука находит. Разворачивший 33 очень неплохо. Ну приводит правда игрока к Старосельскому. В итоге Пичугин пытается в проход идти. И в сложной ситуации выкидывал он этот мяч. В итоге перехват от Кентуки. Пичугин здорово на перехвате. Вернулся после своей же ошибки. Отработал. Очень полезная игра от Кирилла. Киселев. Ну да. Тут Пичугин к нему навстречу пошел. В итоге ловит сейчас на полы Сергеева. Хорошо развернулся. Опустил. Опустил Иван руки. Идет обсудить что же конкретно он неправильно сделал. Я так понимаю. Но в итоге на линию штрафных Киселев отправлять. Много-много встают на линию игроки Каролины. В принципе. Но забивают пока очень плохо. И я думаю, что Кентуки, если они туда в клатч эту историю затянут, могут наказать Каролину за такое транжирование очков. Киселев на переднюю дужку. Не забивает Иван. Да. Тут команды его всячески поддерживают. Говорят, нормально. Ваня, давай. Сейчас забьешь. Но пока. Не получается. Второй. Забивает. Один из двух в последних попытках от Каролины. Не трогают они мяч, как судья. И сказал. Ну и в итоге Кентуки в атаке. Им с мячом. Пытается тут Старосельский от получения Сергеевым и Иваном сыграть. Федоров. Хорошо. Очень хорошо. Вот этот вход трехсекундный. У Кентуки от работы очень здорово. Булахтин врывался. Но забить через руки Киселева не получилось. В итоге возвращается мяч. У Кентуки снова на периметр. Опять на Булахтина заброс. Ну да. Старосельский здорово в позиции. В итоге поднапугал Булахтина. Кто сразу мяч брать не стал. В итоге вытащить его за лицевой не смог. Старосельский с дриблингом. Вот тут им хорошо помогал Мельничуку. В итоге Пичугин попадает под блокшоу. Сергеев просто крует его. Разбираются с вопросом. Был ли фол. Но нет. Чистый блокшот все-таки. Ну и пытается. Пытается тут Кентуки. Ой, Кентуки. Прошу прощи. Каролина раскидать по периметру. То это пробежка будет у Гриши. Уперся он и в Киселева, и в игроков Кентуки. В итоге потеря мяча. Минута 45. Сергеев будет пытаться в лицевую продавливать. Нет. Хорошая скидочка. Мельничук не идет у него сегодня бросок. Но здорово на подборе Федоров. Просто в руки к нему прям мяч свалился. И никто из игроков Каролины спину не поставил. В итоге получили два очка из-под кольца. Остается разница четыре. Совсем-совсем, конечно, скромная четверть. Мельничук снова вперед. Ох, сейчас фол получит. Очень торопился на перехват. 23-й номер. Но не справился со скоростью. Ну и бьется все. Досадно, досадно. Потому что, конечно, Мельничук все здорово делал. Но, как говорится, бывает. К сожалению. Марару Александр появляется всем временем на площадке у Кентуки. Решили в концовку второй четверти Сергееву Ивану дать отдохнуть. Все-таки он такой у них лидер команды. Лично по мне, ментальный. Тащит парней вперед и заставляет в защите отрабатывать. Нужно немножко выдохнуть. Пчугин тем временем забивает второй. Не знаю, не видел первый. Нет, похоже, не забил. 42 секунды остается. Неплохая раскидочка. Скрес такой пошел. Восьмерку играет сейчас Кентуки на дуге. Такое классическое движение. Ой-ой-ой, Мельничук здорово, но не забивает. Как же. Не идет сегодня вообще со средней, с дальней, из-под кольца. Марару не дали Александре легко выбросить. Мельничук получает сейчас фол. Фол под кольцом. Пытался он, отборолся на подворе. Но в итоге, увы, ах, это второй фол у Мельничука. Еще есть запас, понятное дело. Все бьется. Явно тут уже в расстановку вставать нет никакого смысла. Ну, очень упорная половина. Очень нерезультативная. Но матч, конечно, на нерве. На нерве чувствуется, что команды очень хорошего обе уровня. Ну, Киселев забивает сейчас первый штрафной. Если во второй половине Киселев все-таки разбросается, найдет варианты в атаке, все-таки он, конечно, сильным-сильным, хорошим бустом будет для своих соклубников. 19 на 13 плюс 6, но пока все очень упорно. Это четверть 6 на 6. У нас заканчивается в районе, но 6 очков за четверть от этих команд. Очень неожиданный счет. В общем, ждем второй половины, друзья. Если вдруг что-то вы смотрите, в любом случае вы смотрите эти игры в записи, пишите какие-то комменты, может быть, какие-то вопросы, что-то хотелось бы слышать от комментаторов на следующих играх. Поэтому пишите, мы будем смотреть, читать и решать, как вас лучше информировать. Ну и ждем второй половины. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Ну что, возвращаются у нас оба коллектива на площадку. Да, очень плотно они играли вторую четверть, так что только по 6 очков набрали и те, и другие. Ну посмотрим, посмотрим, как вторая половина у нас пройдет. Да, как Гриша сказал в перерыве, что такая игра, наверное, Кириллу бы очень-очень понравилась с той стороны. Все, готовы все сортовать, разобрались и поехали. Пичугин с мячом, посмотрим, ну вот первая половина была очень неплохой для Каролины. Гриша сразу же решает с трехи Старосельский начать, не попадает подбор за Кентукки и им Игорь просит встать партнеров. Видимо, обсудили, что там нужно делать, как позиционку отыгрывать. Киселев было близок, опять-таки, перехватить, но Булахтин сохраняет мяч, Киселев поднимает руки вверх, максимально показывает, что не опускал их. Вот так вот, Вишняк, просто какой-то американский футбол, все за мячом падают, в итоге сохраняется мяч все-таки у игроков Северной Каролины. Дружков ошибается передача, просто в руки ему сейчас отдал. Ну Игорь пока контролирует мяч, хорошо, Булахтин под кольцом, Дружков против него. Ой, как же так, промахивается Булахтин, снова пытается догнать соперника со спины, там, ну так, на грани, на тоненького сыграл. Пчугин, трех не попадает. Киселев до мяча там добраться не мог, немножко такой расстроенный вид у Ивана, но бывает, бывает, что теперь делать. На дуге Мельничук Старосельский на него пытается выходить, но, наверное, не стоит этого делать, все-таки Мельничук неплохо уходит, есть у него проход, поэтому, ну так, на дистанции, вытянутой руке нужно было подержать. Тем временем, Каролина улетела, улетела просто в отрыв, несмотря на то, что три игрока сейчас в Кентукки вернулись в защиту, но остановить не получилось. И Пчугин после хорошей передачи под кольца забивает. Сергеев также проспала. Такое ощущение, что ответное взаимодействие тут у нас в команде. Каролин также сейчас просыпает под своей защитой. Иван Сергеев под кольцом абсолютно свободный получил, развернулся, забил. Ну и вот Пчугин сейчас теряет мяч без броска атака. Каролина заканчивается. Ну и Сергеев в посте находит. Мельничук очень здорово. Он, конечно, открывается под эти передачи. Шурыгин. Остается мяч, тем не менее, у Кентукки. Это уже третья попытка в одном владении для них будет. Дружков отвечает сейчас Мельничуку. Тут в первой плане очень здорово четвертого номера обкрадывал. Но тут спорный немножко поздний, наверное. Синие, синие сейчас должны... Замена, замена у нас идет. Через судью. Четыре секунды. Нет, нет, сейчас должно быть владение. Да, там... Они начинали сейчас эту половину. Так что все правильно, пострелка. Пичугин тем временем с дриблингом. Да, тут пока разбирались, в какую сторону мяч нужно было вводить. Пичугин продолжает на периметре дергать дриблингом. Вишняк находит. Иная Киселева. Хорош Сергеев. На ногах не пускает просто Ивана. Туда пока в трехсекундную. Но Пичугин опять в двух залазит. У него была уже похожая ситуация во второй четверти, когда там в два игрока просто кентукки он идет. Но в этот раз удается заработать все-таки фолл-вин на линию штрафных. Тридцатый номер встает. Но по-прежнему крайне-крайне нежитативная игра. 2-2 у нас счет в четверти. Забивает Пичугин. Очень нехотя мяч свалился, но все-таки упал в кольцо. И второй вываливается. Старосельского там оттеснили. Все-таки Дружков хорошо на скорости. Подбирает. Ну и Григорьев нужно забивать. Ну таки и нужно забивать. Несмотря на сопротивление. Это будет сейчас. Ну да. Пичугин упал. Не справился со скоростью. Зацепил он там. Это четвертый фолл. Четвертый фолл. Номер 30 белые. Да. Пичугин нахватал. Нахватал фолов. Играть. Сань, третья четверть. Сань, третья четверть. Кентукки по периметру начинает этот мяч двигать. Мельничук здорово провалился и потерял. Потерял. Сейчас Каролина в обороне его. Этого делать не стоит. Сразу пытается прессинговать. Вот игроки Кентукки. Удается им перехватить этот мяч. Федоров не попадает. Старосельский на подборе. Ну вот. Про то, что Гриша всегда говорил. У Кентукки есть прессинг. Фулл корт. Но если честно, я его до этого особо не замечал. Поэтому. Ну так вот. Вернее, не то, что я замечал. Просто Кентукки, наверное, нельзя сказать, что делают это постоянно. У них нет таких долгих промежутков. Они какой-то короткий отрезок могут, наверное, фулл корт попрессинговать. Но, опять-таки, там стабильно всю игру. Это маловероятно. Возвращается Сергеев Роман в то время у нас на площадку. Да. Вот есть ощущение, что он после травмы так достаточно медленно двигается. Сергеев Иванович под кольца мажет. Пытается догнать Старосельского. Останавливается Григорий. Достаточно далеко от трехи. Дружков врывается. И опять не стесняются. Они лезут между двух игроков Кентукки раз за разом. Я так понимаю, Мельничук получает, да? Вернее, седьмой номер. Седьмой ушел, седьмой ушел. Тем временем, Каролина на штрафе разворачивается. Очень неплохо. Как же Дружков там здорово. Под кольцом оказался. По затылку тут получает, когда приземлялся. Мельничук приземлялся, когда попал. Случайно, конечно же, не видел он там, что локоть может опускаться. Ну, будем надеяться, что все нормально. С Дружковым Степаном. Тут как-то прям очень неожиданная ситуация случилась. Будем надеяться, что все будет хорошо. Не, не, там не было фоловки. Не, не, не было там фоловки. Не, не, там просто Мельничук подбирал мяч, опустил руку, попал прям по голове. Там не было фоловки. В раздевалку дотащить. Будем надеяться, что все будет хорошо у Степана. Вот так вот день рождения у парня. Видимо, попало ему очень неудачно. Может быть, как-то там, даже не знаю, под кольцом-то там не было ничего такого. Не было жесткого какого-то контакта, просто опустилась рука, попал по затылку, я так понимаю. Дружков, конечно, нужен. Надеюсь, что все будет с ним хорошо. Возвращаются у нас судьи на площадку с четырьмя полами. Тем временем у нас на скамейке Пичугин Кирилл, если смотреть, кто может в этой ротации вернуться. У Каролины, но этого, конечно, недостаточно. Мельничук, тем временем, свободный абсолютно, не разобрались. Каролина не попадает. Мельничук, Вишняк там на грани пола, на самом деле, на подборе. Пытаются бороться за мяч. Сергеев оставляет его владением. Марарус. И вот так вот Александра. Саша очень хорошо бросает. Со средней, с дальней. Нельзя ее оставлять ни в коем случае. Возможно, там не очень много бросков. Но тем не менее, Старосельский. Рванул вперед. Держится за заднюю поверхность бедра. Еще раз. Технарь? Да, но не ставится. Ну, туда, по-моему, нет. Нет, 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 нет. Он командно не ставит сюда. Не попадает. Старосельский. И, да, штрафные по-прежнему являются очень некачественными в исполнении игроков Каролины. Ну, вот тут раскидывают. Григорий в проход. Неплохой флоутер. Не валится мяч в кольцо. Но подбор остается за Старосельским. По периметру пытаются сейчас двигать Каролина мяч. Снова краску загружают. Ксилев развернулся. И не смогли его там остановить, к сожалению. Кентукки. Сергеев Роман. На дриблинге-то тащил до краски. И в итоге вырывают просто у него из рук сейчас мяч. Понимает, Роман, что его эта ошибочка была. Да, ну... Не выводят мяч. Старосельский. Старосельский очень долго с ним возится. Но в итоге оббежал, убежал от всех. И накрывает. Подбор, тем не менее, остался за Каролин. Шимко Павел хорошо сыграл. И в итоге Марару Александру вынуждена была там уже бить. В итоге на линии штрафных у нас встает. Шимко Павел сейчас будет пытаться с линии штрафных отличиться. Пока нет у него набранных очков. По-прежнему у нас крайне нерезультативная игра. 6 на 7 в этой четверти. 33 минуты еще с половиной остается, конечно. Но, тем не менее, сейчас Шимко отличается набранными очками. И с 2-2 от нулевого. Ну, это хороший, хороший вариант. Удается практически до десятки разницу довести. Плюс 9 для Каролины. Хорошо им в проходе не забил. К сожалению, Сергеев там упал. И сразу же вперед Вишняк. Боится, боится она бросать. Шимко тоже не лучший вариант сейчас придумал. Надо отдать должное Кентукки. Втроем уже успели вернуться. Поэтому, естественно, легких очков не дали сопернику. В итоге набрать тем вообще ничего не получилось. Мельничук на вход идет. Шимко его остановить не может. Киселев там тоже тянулся, не дотянулся. Отличный проход от 23-го. И начинается прессинг. Тот, про который мы говорили. Да, прихватывает. Прихватывает его 22-й сзади, со спины. Булахтин получает четвертое персональное. Вишняк на получение. Марару против нее. Вот так вот мяч улетает. Попадает в камеру. Какие именно? Какие именно? А, ну тут я уже не знаю, проводки или камера. Работает хотя бы хоть как-то? Нет, нормально работает. Ну давай сейчас ее хотя бы так закончим. Что теперь сделаешь? Ну попробуй шевелить там. Я пытаюсь, я пытаюсь. Возвращается Дружков, слава богу. Все с ним нормально? Нет? Никакого эффекта? Ну ее мне кажется включить-выключить надо будет. Да, четверть кончится, тогда решим. Так что, друзья, вот такие технические бывают. Мячи летают у нас тут опасно. Направляются в сторону камеры, поэтому извините. Тем временем хорошо Сергеева находит. Булахтин, ну вот сейчас Каролина опять дает этим входом случаться и наказывает сразу же. Чугин тут на дриблинге, сейчас могут его обокрасить. Нужно выводить мяч на чужую половину. Хорошо, Вишняк там открылся под кольцом. Опять не решается бросать. Шимко из-под кольца аккуратненько два очка забивает. Ну и потащили, потащили кентукки, мяч в нападение. Нужно сейчас им забивать, не давать сопернику отрываться. Им один на трех и заряжать. Не попадает. Шимко на подборе не очень хорошо сейчас отборолся. Булахтин из-под кольца засасывает кольцо этот бросок. Мяч подумал, подумал, свалился. Киселев остается 55 секунд. Не смогли его сейчас остановить игроки кентукки. Им помогал. Тут Булахтин в итоге не вышло. Снова Киселев разворачивается в троих. 20. Рэп. 23. 23. Вот так вот. И камера у меня тоже немножко вверх уехала. 93 на 23. Мельничок получил профессиональное. Сразу отправили его отдохнуть. 19 секунд до конца. Я думаю, что как раз таки растянет эти штрафные. Киселев начал он забивать. Наконец-то соединит штрафных стабильно. Сейчас в первой попытке попал. И вторая нет. Но вот мяч прокатился по кольцу. В итоге кентукки пытаются сразу зарядить через всю площадку. Нет. Не вышло. Неплохо там Сергеев одно касание пытался переплавить. Это — «Б reboot». Оно прекрасно. »